здравствуйте уважаемые трейдеры и инвесторы с вами на связи виталий кухта сегодня у нас 29 ноября последний обзор этой осенью на следующий обзор уже выйдут в декабре текущего года напомню что у нас данный обзор выйдет как на моем youtube канале так и на канале моих партнеров компания market и так напомню что сегодня продолжается праздник в сша то есть вчера был день благодарения сегодня у них более короткий рабочий день поэтому рынке торгуются некоторые не до конца и будет так скажем возможно повышенная волатильность из-за низкой ликвидности возможно рынок будет на месте это сложно сказать поэтому имейте это в виду да уже рынки вернуться более такие волатильные и высоль высоко ликвидные точнее с понедельника сегодня у нас план такой мы разберем рынок основные инструменты как всегда это фондовый индекс s&p 500 товарно-сырьевой рынок это золото нефть газ и дальше это у нас будет рынок форекс это евро доллар иена на биткоин доллар рубль юань рубль там выскажу пару пару моментов также напомню что у нас проходит акция черная пятница на скидки на обучение 30 процентов и на закрытый канал про сигнал поэтому если у вас будут возникать вопросы пишите не в telegram под видео в описании есть ссылка на мой сайт там есть указаны мои контакты и так давайте перейдем к рынкам начнем с фондовых индексов а так у нас снп 500 напомню с прошлой недели и на текущей неделе я советовал откупать снп 500 так как вот это вот это падение которое было во второй половине текущего месяца с 15 точнее там с 13 ноября плюс минус вот эта коррекция я ее кстати шортил в закрытом канале с ребятами и дальше вот здесь советовал выше 5 900 откупать данный индекс мы принципе локальные цели выполнили я целюсь дальше высоко вверх если конечно здесь не будет какой-то двойной вершины разворота да будет ли рост текущих или с небольшой коррекции она возможная да я бы дальше докупался при наличии сигнала модели с целью там 6 100 6 200 6 500 возможно в декабре мы покажем будет как вариант рождественской ралли хотя все возможно ключевой уровень напомню 5 900 пока мы выше я за покупки если мы его ломаем и ломаем вот этот тренд который я вот здесь обозначил вот по этим двум точкам я нарисовал вот тогда мы возможно будем говорить о возможных шортах но это уже будет позже поэтому снп пока я удерживаю я покупал это в районе 5 950 плюс минус вот в этой зоне да мы сейчас неплохом плюсе на среднесрочно удерживаем дальше золото по золоту как я ранее говорил что вот это падение которое было с понедельника на новостях о возможном ну скажем как на новостях это в прессе эксес если не ошибаюсь слухи пошли что есть договоренность между израилем и условно боевиками хизбалы в ливане о прекращении огня хотя после этого там были перестрелки на этой неделе уже несколько раз проходила информация возможно не все таки договорились но все таки я думаю что ближний восток сейчас это такая горячая точка то тоже турция в сирии да там небольшое столкновение есть ну я думаю что как вариант дальше будут скажем разорваться вот эти все моменты поэтому поэтому это первый момент второй момент почему золото интересно на покупку это потенциальные скажем экономические такие локальные кризисы мы как видим что есть в китае очень сильный момент кризиса и в европе да производство падает все падает я думаю что скоро дойдет до сша в принципе выходили на этой неделе данные по продажам домов сша там падение очень сильная по 20 процентов я думаю что 25 год покажет что еще там по другим данным ухудшение будет и поэтому трейдеры хеджируется и какой у нас инструмент хеджирования это золото да и поэтому я думаю что среднесрочно будет работать только улов это скажем как фундаментальная такая сказочка да двойная с технической точки зрения здесь котировки достаточно сложные но я в принципе от последние две недели вот эти вот эти все коррекции я выкупаю то есть первая коррекция которую выкупал вот эта большая была то есть хороший профит был до с понедельника снова скинули и я говорил вам последнем обзоре что если появится по золоту сигнала на покупку в принципе у нас вторник закрылся пин баром и я со среды купил золото в закрытом канале и мы потихонечку удерживаем я как вариант рассчитываю что мы вот это все будет с текущих и мы будем дальше только расти не исключаю еще повторно тестирование 2 600 на вот этого минимума который был у нас во вторнике но я не рассчитываю пока у меня это как что мы будем обновлять две пятьсот да у нас здесь это можно рассчитывать как импульс это все коррекция да и плюс у нас тренд и я как бы не рассчитываю что мы две пятьсот будем выносить вот эти минимумы которые у нас были 14 ноября то от сот точнее две пятьсот тридцать семь то есть плюс минус на то есть я рассчитываю что мы это все с текущих плюс минус будем расти с целью две восемьсот и дальше выше 33 500 и возможно даже думаю 4 5000 в двадцать пятом году мы можем показать причина как я уже сказал кризис будут усиливаться двадцать пятом году ближний восток как вариант и не только ближний восток я как рассматриваю как некоторые аналитики видят и и много будет моментов между турции россии между казахстаном россии то есть вот эти все зоны ну я я еще скажем самый большой такой военный конфликт который ожидаю это война в арктике да то есть за торговые путя за ископаемые там достаточно много есть моментов интересных между условно с сша китаем россия то есть там будет такое финальное финальное столкновение империи и как варианте вижу что золото имеет перспективу на долгосроке я сам уже давно сижу долгосроке на золоте да дальше перейдем к нефти нефть скажем тоже здесь вот эти моменты как я уже сказал ближний восток да с одной стороны потенциальные конфликты могут усилить цену на нефть с другой стороны если этот конфликт будет все-таки еще на паузе стоит какое-то время то есть нельзя сказать точное время когда он будет усиливаться разгораться и так далее с другой стороны что дает на нефть это на кримическое снижение в китае переход большого транспорта на электро да и это давит тоже на цены на нефть но у меня пока как я уже ранее озвучил основной сценарий это роста рост нефти в район 76 80 пока мы по нефти марки бренд находимся вот выше вот этой трендовой да и цен где-то в районе 70 с половиной 70 а вот эта зона на я за покупки да здесь сложные скажем сложные вот это колебания последние даже вот не последний полтора месяца а даже последние два с половиной месяца очень сложные колебания такое бывает иногда это в любом инструменте и иногда даже нефть вот бывают там красивые такие паттерны модели рисует иногда очень очень сложно все рисует поэтому вот такой сценарий у меня пока ланга но если вы допустим шортист по нефти у вас условно там ваш фундамент показывает или ваше понимание рынка нефти или ваша техника то в принципе здесь можно и шорт найти я с ребятами рассматривал что вот это накопление которое у нас длится последние три дня вот это это может быть коррекция в импульсе который у нас был от прошлую пятницу двадцать пятого ноября и это понедельник понедельник 25 ноября вот это снижение и мы с этого можем очень сильно начать падать уже к 70 и дальше проваливаться то есть такой сценарий тоже есть на и он у меня как альтернативный но его можно в принципе и как базовый использовать я его почему не использую как базовый на текущий момент потому что я уже скажем выбрал сторону покупателей по нефти по каким-то параметрам уже сижу до того момента пока меня не вынесет конкретно да дальше натуральный газ сегодня еще не открылись а нет вот так среда пятница уже принципе газ немножко подрастает я что говорил что я дальше его ожидаю вверх причина у нас ранняя зима в европе и в сша перспективе и газ вижу далеко наверх в район 4 конечно могут быть какие-то коррекции но учитывая какой у нас сейчас тренд вот если вот вот это последнее движение брать который длится у нас практически последние полтора месяца у нас достаточно такой сильный яркий выраженный тренд конечно его могут ломать на то есть как вот в принципе прошлые прошлые на тренды вот эти вот эти вот первый второй это третий их тоже могут ломать и дальше уходить на более глубокую коррекцию но пока мы находимся примерно выше условно три выше 315 я за покупки это по фьючерсу склеенному да то есть нужно смотреть на котировки триминала которые вы в котором вы торгуете сделки и там уже оценивать картинку полную потому что есть брокеры которые ссылаются на фьючерсы есть брокеры которые ссылаются на спот рынок есть брокеры которые там на какую-то другую склейку фьючерсов свежих или склеенных поэтому котировки могут отличаться уже смотрите на дальше что касается валютного рынка форекс давайте начнем с доллар йена и потом перейдем на евро доллар и доллар рубль точнее юань рубль я доллар рубль последнее время не очень смотрю и доллар йена 500 пунктов прибыли напомню еще на прошлой неделе в пятницу я давал вам рекомендацию на шорт и на этой неделе и в принципе с понедельника подтверждал в обзорах что стоит шортить доллар йену и мы можем достичь уровня 152 150 мы с ребятами удерживаем в закрытом канале часть зафиксировали кто среднесрочно торгует есть вариант что мы по доллар йене глобально развернулись по этому тренду но мы часть зафиксировали без убытки и дальше будем часть сделки удерживать потому что это рынок все возможно это может быть коррекция мы дальше пойдем снова на 155 и выше на 160 такой сценарий возможен да поэтому всегда когда у вас есть сделка нужно часть фиксировать потому что это рынок и все возможно новых сделок я бы не сейчас по я не делал кто ранее шортил я бы часть обязательно зафиксировал и дальше какую-то часть частичку удерживал шорта то есть великолепный пример был разворота вот вот это формировался модель локальная такая небольшая корень были все параметры в этой модели два в одном просто великолепно мы воспользовались и шортили в принципе в обзорах кто смотрел тоже мог заработать дальше что касается евро доллара в прошлый раз я говорил что стоит рассматривать покупки евро доллара мы в закрытом канале уже 2 2 позиции удерживаем то есть мы закупались еще на прошлой неделе в пятницу прям перед вот этим выносом там был на частном фрейме локальный локальная модель корень на разворот там с небольшим стоп-лоссом мы купили и купили еще позавчера евро доллар советовал покупать там была тоже модель на h1 и в принципе на дневке корень плюс у нас есть модель ложный пробой 104 50 удерживаем первый сценарий который рассматривать что евро уже развернулась и мы идем на 1 12 на 1 15 на 1 20 есть альтернатива том что евро еще будут выносить немножко выносить немножко стопы еще раз тестировать 1 0 3 как писали в комментариях что евро еще может уйти на 1 0 2 плюс минус до такой сценарий возможен то есть я не говорю что я такой сценарий не рассматриваю там ребята комментариях писали принципе я солидарен это рынок все возможно я пока рассматриваю вариант что мы уже развернулись если мы не развернулись идем вниз там выносят где-то без убытки где-то стопы потом снова рисуется модель на покупку я снова перезахожу на покупку почему я глобально рассматриваю только покупки потому что в глобальной перспективе от по евро доллару я рассматриваю что вот это у нас импульс последние два года это коррекция и мы с этой коррекции такой большой большой такой флаг и мы уходим на на 120 я даже думаю мы можем 125 показать будут так выносить конкретно да перед глобальным падением евро на паритет и ниже 109 108 это в долгосрочной перспективе это уже будет позже там конец 25 26 26 возможно быстрее я не знаю по времени может ли быть такой вариант что я ошибаюсь и евро не будет никогда расти будет только глобально падать на паритет и ниже до такой сценарий возможен для этого есть когда вы здесь покупаете евро вы ставите стоп-лоссы сработал стоп-лосс все пусть себе дальше падает или вы шортите дальше или что там делаете вот вот я глобальный расклад сказал я его пока не меняю будет он меняться где-то я буду говорить вне рынка непонятная ситуация это уже дальше будем обсуждать ну и в двух словах по биткоину как вариант у нас биткоин уже закончил коррекцию я вчера делал такой детальный обзор по биткоину и вот эти минимумы где у нас были на 94 700 я бы считал от вчера локальный был откат но возможно он закончился и дальше мы идем снова тестировать 100 тысяч потому что мы почти подобрались прошлый раз на 99 с копейками там с половиной тысяч поэтому возможно здесь коррекция какая-то будет более сложная мы еще пойдем тестировать 90 85 такой сценарий возможен но пока у меня базовый сценарий что у нас коррекция закончилась то же самое по эфиру локальная коррекция в районе 3 500 возможно она закончилась это небольшая то есть я люблю больше вот такие коррекции как было у нас еще с прошлой прошлых выходных я вот здесь покупал и в принципе советую обзорах покупать и в принципе можно было хорошо на эфире заработать на этом все а еще проморгали мы юань рубль просто великолепная отработка доллар рубль в принципе там почти аналогичная картинка вот большое накопление очень отличная модель я в обзорах советовал покупать данный инструмент мы принципе неплохое движение сделали наверх даже хорошая я бы здесь уже потихонечку фиксировался так как у нас в принципе возможно здесь вмешается cb и так далее и будут будет формироваться разворот тренда когда он сформируется я дальше буду своих обзорах уточнять пока я этого не вижу но есть уже определенные признаки поэтому я бы уже финализировал ланги по юань рубль кто торгует средний срок и кто воспользовался моими рекомендацией в закрытом канале я эти инструменты обсуждал так далее и так на этом закончим напомню у нас действует скидка 30 процентов на обучение и на закрытый канал поэтому пишите если у вас будут возникать какие-то вопросы всем удачи уже с понедельника вторника будут уточнения по рынку если что-то поменяется и так далее пока удачи